В понимании того, чем в принципе является современный город. И вот эта чувствительность к современности, к движению, к тому, что мир, он изменился очень сильно за последнее время. И ключевым фактором этих изменений, восприятия этих изменений является именно вот этот новые виды транспорта. И об этом как раз пишет Малевич. Он говорит, что вокзалы, паровозы, пароходы, двигатели, трубы, фабрик, заводы, электрика, рекорды спорта, бои, войны и революции – это очень естественные для футуриста вещи. И естественные потому, что его интересует не сам внешний вид вещей, не то, как они существуют в пространстве, а их функция, их динамика. Вот этот динамичный характер жизни, который очень сильно меняется, который меняет восприятие человека – вот это ключевая история для футуризма. Вот опять-таки это фрагмент из манифеста футуристического, произвольно мною выбранная, просто для того, чтобы понимать, насколько радикальным для консервативной Италии является эта история. Все движется, все бежит, все быстро преобразуется. Профиль никогда не остается неподвижным перед нами, но беспрестанно появляется и исчезает. Движущиеся предметы умножаются, деформируются, продолжаясь, как ускоренные вибрации в пространстве, которое они пробегают. «Бегущая лошадь имеет не четыре ноги, а двадцать, и их движение треугольное. Все условно в искусстве, нет ничего абсолютного в живописи. То, что было истинно для вчерашних живописцев, сегодня оказывается ложью. Мы объявляем, что портрет не должен походить на свою натуру, и что живописец носит в самом себе пейзажи, которые хочет фиксировать на полотне. Чтобы нарисовать человеческую фигуру, не нужно ее рисовать, нужно дать всю окружающую ее атмосферу». Вот эту фразу стоит запомнить, она у нас еще пригодится. Это фрагменты, которые, опять-таки, выбраны мной, то есть это не является ключевыми какими-то фразами, но тем не менее, которые дают ощущение жажды изменений, жажды трансформации вот этой отражения или какого-то стремления иначе чувствовать себя в той реальности, в которой человек себя как бы застает. Он даже не трансформирует ее, он как бы находит себя в ней. И оказывается, что вокруг него, пока он стоял на месте, мир очень сильно изменится, и теперь стоит ему соответствовать, теперь нужно ему соответствовать. Это тоже такой очень важный аспект именно визуальной программы, который проговорен художниками, которые заявляют о своем желании помещать зрителя в центр картины. Они более не хотят соблюдать правила, они уходят от вот этой идеи изображения, как бы взгляда в окно, когда идеи прямой перспективы, когда мы смотрим на что-то, что как бы отстранено от нас. Мы находимся теперь в эпицентре, в центре событий. И в пояснительном тексте, к выставке 2012 года, нужно сказать, что к 2012 году происходит уже такое победоносное шествие итальянских футуристов по Европе. Выставки происходят уже и в Париже, и в... То есть они начинаются, собственно, такая экспансия итальянского футуризма, она начинается с Франции, она начинается с Парижа, но при этом они уже и в Лондоне, и в Мюнхене, и в Цюрихе состоялись, и, в общем-то, заставили о себе говорить. Вот в каталогу к выставке парижской есть пояснение, что значит помещать зрителя в центр картины. Чтобы заставить зрителя жить в центре картины, нужно, чтобы картина стала синтезом того, что он воспринимает и что видит. Еще немножко теории, она нам понадобится для дальнейшего пути уже по визуальным образом. Это фрагмент, который приводит, собственно, Малевич. То есть вот те фрагменты, которые я зачитала, это были выбранные мной, а это фрагмент из манифеста, который приводит Малевич. И он говорит о том, что пусть придет ослепляющее царство электрики, пусть осветит мир и освободит Венецию от продажного света меблированного дома. Мы будем воспевать ненасытные вокзалы, заводы, подвешенные к облакам дымовые ленты, пароходы, которые внюхиваются в горизонт, локомотивы с широкой грудью, лечащих по рельсам плавный лед аэропланов. Вот эта история, которая очень близка, она выбирает это именно потому, что это очень близкая ему история. История, которая в каком-то смысле... Вот Венеция здесь — это олицетворение такой старой традиционной культуре. И вот это пусть ослепляющее царство электрики осветит мир, это та идея, которая, собственно, выражается в опере «Победа над солнцем». Это «Победа над солнцем» тоже приводит к победе царства электрики. У самого Малевича есть один очень важный момент. Он всё время употребляет это применительно к футуристам, вот эта металлическая культура, современная металлическая культура. Но у него у самого есть вот это понятие металлизация ржаной культуры. Это что-то, это какой-то неизбежный процесс, который должен произойти. И вот эта работа его, наверное, наиболее точно отражает этот процесс металлизации, что даже ржаная культура, сельская культура, культура, связанная с какими-то естественными формами жизнедеятельности, она неизбежно должна пройти вот этот процесс такого обновления, пройти процесс металлизации. Переходим к теории, собственно, и к теории, к тем аспектам теории футуризма, которые освещает, поднимает в своей лекции Малевич. Всех этих художниках, о которых мы говорили, он делит на два лагеря. Первый — это такой переходный период, он говорит о том, что совершенно не значит, если ты подписался под манифестом футуризма, что ты уже по этому факту являешься футуризмом. Вот он пытается доказать или показать, есть ли тот или иной художник способен, или может ли он, в принципе, соответствовать понятию футуризма. И его интересуют не его взгляды, не его позиции, не то, что он говорит, а только то, что он делает, только визуальная какая-то программа. И с этой точки зрения Орденго Софичи — фигура довольно интересная вообще в контексте истории итальянского футуризма, потому что это был как раз тот человек, который познакомил футуристов с кубизмом. Потому что считается, и принято считать, что до 2011 года футуристы итальянские не особо знали, ну вот те самые, которые подписались под манифестом, Умберто Бачони и Карло Карро, сам Маринетти и Луиджи Руссоло и другие, они не знали о кубизме или знали, но очень поверхностно, но в принципе не особо были, ну как бы они изобретали свой собственный путь. И их не очень интересовало то, что происходит во Франции. Но Малевич Софичи очень критикует. Он говорит, что это абсолютно, это можно считать только кубизмом, это можно отнести только к кубистической форме. Он настаивает на том, что кубисты и футуристы это абсолютно разные подходы, это абсолютно разные вещи. И что несмотря на то, что Софичи, он как бы формально входит в этот круг футуристов, но по большому счету он не является им. но он говорит о том, что несмотря на то, что кубизм можно продолжать считать или можно считать, можно в каком-то смысле отнести к футуристической художественной практике, а это примерно такая же проблематика, как с современным искусством. То есть кого можно... Есть современные художники, просто потому что они живут с нами в одно время, а есть художники, которых мы называем актуальными, например, художники. И вот он примерно по такому же принципу разделяет футуристам. Говорит, да, кубизм формально относится тоже, он тоже является как бы искусством будущего, он тоже... Но тем не менее, только футуризм, только динамическая культура, только вот эта идея изображения или передача ощущения силы, напряжения, движения, только этому есть место в искусстве будущего. Дальше он говорит о Карла Карра. Этот художник немного более оправдывает себя в глазах Малевича. Он говорит, что у него есть надежда на то, что он все-таки может предложить нам какие-то более близкие к футуристическим каким-то концептам вещи. Но по сути здесь мы тоже видим те же поверхности. Мы не можем увидеть и ощутить вихря, который подхватывает эти элементы и заставляет их двигаться. Это все та же статичная форма. Эту работу он не приводит, но то, что Малевич в какой-то степени прав, что действительно Карла Карра, а он тоже какое-то время живет в Париже и интересуется и очень глубоко пытается постигнуть премудрости кубизма, ему это удается, но все равно вот этого ощущения движения в соответствии к манифесту, под которым он подписался, Малевич у него не видит. Тем не менее, он говорит, что есть надежда. И эту надежду Карра действительно оправдывает, хотя это остается за кадром его лекции. То есть тут можно говорить, либо он не знал этой работы, либо он ее не видел, но по большому счету эта работа уже соответствует тем каким-то аспектам, которые поднимаются, которые важны для футуризма. Но вот эта работа, которую отмечает Малевич, он говорит про танец и с особым таким пиететом, процитирую, тут действительно мы видим развертывание элементов явлений во времени. Тут человек увлечен вихрем танца, и этот вихрь распылил эту фигуру на огромное количество временно-пространственных сдвигов. Вот эта вообще идея вихря, ветра, который распыляет какие-то мелкие частички в пространстве и заставляет их двигаться, эта метафора будет все время всплывать вот в его рассуждениях. Вот идея футуристического такого взгляда это именно вот эта идея частиц, которые готовы поддаться ветру, да, и быть распыленными, быть разбросанными вот в пространстве. Но по большому счету, да, то, что говорит Бочони, это очень близко и самому Казимиру Валевичу. И его супрематизм, это как раз, вот если даже мы не будем знать, это как раз и есть искусство, которое воспевает гравитацию, смену места, взаимное притяжение форм, масс, цветов, движения и проявления сил. Его супрематизм, это ничто иное, как это явление. И вот футуристический, динамический футуризм и кинетический футуризм, это, точнее даже сказать, вот этот динамический футуризм, это то, как называет это Малевич, да, разделяя на кубофутуризм, и динамический футуризм, это и есть самая, как бы, квинтэссенция для него и выражение абсолютного, какого-то, какой-то художественной формы. Вот то, что делает Бочони, это как раз его такой поиск, да, вот то, что он делает в этой работе, я специально привожу этот слайд, чтобы был понятен масштаб, он говорит о том, что наше время другое. Сила, содержащаяся в мускулах, уже не может выразить в новой силе ее ощущение. Человек нашел иные напряжения, которые проявляются по-разному, через разные вещи, через машины, через двигатели, через моторы. И вот то, что делает Бочони, он вносит в конструкцию человека, вводит такую силу напряжения, от которой вся конструкция разлетается, она разлетается как бы на щепки. И в этом сгустке линий мы можем найти только намек на мускулы, тут нет прямого выражения этой мускульной силы. Потому что Бочони пытается в человеке выявить всю сумму сил, которая в результате явила бы их динамическое напряжение. Всю сумму сил, но это уже не человеческие силы, это силы, умноженные на вот этот машинный элемент, на машинные возможности. И действительно он разрывает, он выходит, он покидает пределы человеческого тела. То есть тут ничто иное, как динамическое выражение силы. В этой скульптуре, он говорит, ощущается не только движение, но и некое сопротивление другой силы. Вот он как бы идет с усилием, как будто навстречу ветру, как будто какой-то силе, которая гораздо больше, чем он сам. И само сопротивление ей дает возможность ощутить всю эту, всю мощь, которая стоит за этим. Джакомо Балла – это следующий художник, который как бы стоит в эволюции, или вот в этой какой-то структуре Малевича, я так понимаю, что даже выше, чем Бачонь. Потому что на самом деле Малевич считает, что он гораздо ближе к тому, к выражению тех смыслов, которые он сам выражает при помощи супрематизма. Но если посмотреть на футуристическую концепцию, Джакомо Балла был самым старшим из футуристов, он был на 4 года старше, чем Маринетти, и он был учителем Северини и самого Бертобачонь. И он очень сопереживает футуристическим всем поискам и явлениям. Хотя его эволюция, этот как бы выбранный Малевичем, выбранные самые такие фрагменты его творчества, действительно, которые соответствуют вот этой эстетике футуризма, но у него очень много различных периодов. И Джакомо Балла тоже был художником, который был до конца соратником Маринетти, он шел как бы с ним в одной плоскости, в одной линии. И вот здесь, почему он так нравится Малевичу, почему он настолько высоко его ценит и так хорошо о нем отзывается? Потому что вот Джакомо Балла говорит, о скорости мотоцикла, вот есть полет ласточки, движение автомобиля. У Малевича приводит немножко другие работы, но в принципе это из этого цикла, из этой попытки как бы продемонстрировать космические какие-то силы, силы, которые происходят вне человека и не связаны с человеком вообще. То есть он говорит о неком самоотречении Баллы, что он уходит от человеческого, он уходит фактически в машинное. И вот это отречение является для него очень важным. То, что делает Балла равнозначно тому, что делает Малевич в супрематизме, только с одной единственной поправкой, что футуристы действуют на территории реальной культуры, на территории вещей, а Малевич уходит вот в это чистое пространство, духовное пространство космоса, где есть только элементы, которые тоже находятся между собой в определенном соединении. Но вот это уход от человеческого, от всех каких-то примитивных, вот этой мышиной возни, которая связана с человеческой жизнью, вот это его очень и очень захватывает. Он говорит, что здесь есть динамическое ощущение атмосферы космоса, структуры космоса, причем структуры космоса, и он подчеркивает, космоса, но не металлической культуры человека. То есть Балла уходит даже от металлической культуры. Он переходит как бы вот в это космическое пространство, о котором мечтает и Малевич. В общем-то в этом футуризм действительно наиболее знаковое и абсолютное для него проявление, абсолютное, но после супрематизма, вот этих идей художественных, которые его волнуют, и которым он видит как бы своих соратников, или людей, которые близки ему по духу. И тут я должна пару слов сказать о том, что происходит дальше с футуризмом, футуризм, который вот начиная с 2019 года очень быстро становится частью идеологии, идеологии фашизма, и он является, он как бы опять становится на службу этой идеологии. Хотя идеи футуризма, они легли в основу фашистской идеологии. По сути, у него очень странная судьба у футуризма, потому что, в отличие от других авангардных течений, он был принят как официальная, как бы, как официальная такая доктрина или визуальная программа, художественная программа, культурная программа фашизма итальянского. И Маринетти был большими друзьями с Дуччо, и это, как бы, художники, они были и поддерживали Маринетти. То есть у них были общие какие-то правила, общие идеи, общие взгляды на то, каким должно быть социальное устройство. Возможно, именно поэтому мы вот этой какой-то репрессивной сути авангардного искусства не видим и не замечаем именно потому, что как в других тоталитарных каких-то государствах в Советском Союзе и, в общем-то, это же произошло в нацистской Германии, это искусство было отвергнуто. То есть эти художники из таких больших реформаторов они превратились в гонимых людей. С футуризмом такого не произошло. Он как бы абсорбировался идеологией и стал частью этой культуры. Нужно сказать, что Умберто Бачони, он не был причастен к этим процессам, хотя он во многом сформировал и сделал огромный вклад в то, чтобы это явление футуризма состоялось. В общем-то, Малевич абсолютно точно его как бы определяет как такого ключевого персонажа. то, что происходит в 20-х и в 30-х годах с футуризмом, его такое соединение с фашизмом и подобная живопись, которая называется аэроживопись или аэрография, как бы увиденная как будто со стороны, как будто с высоты вот этого полета человека, как будто с другими глазами, с другой подоплекой. Тут была очень серьезная поэтическая подоплека, которая лежала как бы за этим и за этими визуальными образами, которых очень много. Это такой полет авангардного искусства, который на самом деле довольно трагичный и имеет очень трагичные последствия. Но тот факт, что этого не произошло с другими авангардными течениями, другими авангардными художниками, спасло их вообще-то для культуры. Это такой факт, который не особо как-то мы сейчас ретроспективно это понимаем, но не особо проговариваем. Но футуризм, он имеет вот этот аспект, вот эту грань, которую он перешел. Вот тут как бы вопрос в том, насколько мы готовы разделять, насколько мы готовы отделять искусство от пропаганды, искусство от... Это то, что касается и украинской ситуации современной точно так же. То, что касается соцреализма, это вопрос такого же характера.